Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Харуки Мураками Писатель как профессия Беседа первая. Какие они? Прозаики. О писательской среде и не только. Разговор о писательстве, едва начавшись, может увести нас далеко в сторону. Слишком широка сама тема. Поэтому сначала давайте поговорим о тех, кто пишет прозу. О прозаиках. Мне кажется, так беседа получится более конкретной, наглядной и, может быть, даже конструктивной. Если говорить откровенно, то в моих глазах многие прозаики, впрочем, разумеется, не все, это люди с далеко не идеальным характером, да и беспристрастными их тоже не назовешь. Кроме того, по моим наблюдениям, хотя чья бы корова мычала, среди них не так уж редкие люди с необычными привычками и не самыми похвальными наклонностями. Да и весь образ жизни прозаиков зачастую довольно странный. Даже если они сами и не говорят вслух, почти все писатели, по моим прикидкам, примерно 92%, я в том числе, придерживаются мнения, будто все, что они делают и пишут, за редким исключением, правильно. А все, что делают и пишут все остальные авторы, неправильно. И это твердое убеждение не покидает их всю жизнь. Думаю, что найдется, мягко говоря, немного людей, хотевших бы приятельствовать или жить рядом с такими типами. Иногда доводится слышать рассказы о писателях, связанных крепкой многолетней дружбой. Но лично я от подобных историй сразу настораживаюсь. Не скажу, что сердечная дружба между прозаиками невозможна, но весьма сомнительно, что она окажется долговечной. Писатели, в принципе, натуры крайне эгоцентричные, и среди них очень много амбициозных людей с гипертрофированным самомнением. Если два автора вдруг окажутся в непосредственной близости друг от друга, то дружба у них с большой вероятностью не заладится. В этом я убеждался не раз на собственном опыте. Один из показательных примеров — официальный прием в Париже в 1922 году, во время которого за одним столом оказались Марсель Пруст и Джеймс Джойс. Они сидели рядом, но за весь вечер не сказали друг дружке практически ни слова. Окружающие, затаив дыхание, следили за двумя величайшими писателями не только своего времени, но и XX века в целом. О чем они будут говорить? А эпохальная встреча обернулась ничем, пшиком. Наверное, оба они были слишком высокого мнения о себе. Такие случаи — не редкость. Вместе с тем, когда речь заходит о профессиональной замкнутости или, попросту говоря, о стремлении не пускать чужих в свой огород, то я, пожалуй, не знаю ни одной другой профессиональной группы, которая была бы столь же терпимой и толерантной к новичкам, как прозаики. Я думаю, что эта характерная особенность — одна из, скажем так, немногочисленных прекрасных черт представителей нашей профессии. На всякий случай поясню, что я имею в виду. Предположим, что некий прозаик очень талантливо поет, и он дебютирует в качестве певца. Или, к примеру, у него обнаруживаются способности к живописи, и он начинает выставлять свои работы. Могу с полной уверенностью сказать, что этот бедолага не только сразу же столкнется с ощутимым сопротивлением среды, но и моментально станет объектом насмешек. На каждом углу начнут судить-рядить, что вот поддался человек искушению, не удержался и сам себя поставил в глупое положение. Или еще скажут, что он бесталанный дилетант, и техники у него ноль, а со стороны профессиональных певцов и художников он может рассчитывать в лучшем случае на ледяное безразличие. В худшем же, вероятно, ему будут чинить препоны. В общем, радостных возгласов «давай к нам», «как мы рады» наш прозаик, скорее всего, не дождется, если только речь не идет о каких-то очень специфичных видах и стилях вокального искусства или живописи. В течение 35 лет я довольно успешно занимался переводами американской литературы параллельно с писательской деятельностью. Однако на заре моей переводческой карьеры, да и сейчас, наверное, тоже, критики были ко мне отнюдь неблагосклонны. Перевод не забава для дилетантов. Писательские переводы — это прихоть и весьма неуместная. То и дело слышал я в свой адрес подобные высказывания. Или, скажем, в процессе работы над подземкой я был безжалостно раскритикован писателями-документалистами. В книге не соблюдены элементарные законы жанра. Дешевая слезовыжималка. Бесхитростный дилетантизм. Изначально я не ставил себе задачи написать книгу в жанре нон-фикшн. Просто использовал нефикшн, то есть прозу нехудожественную. Писал, как пишется, но в результате немножечко отдавил хвосты тиграм-стражам, охраняющим священные границы нон-фикшна. Я-то о существовании этих границ ничего не знал, и о том, что внутри заведены какие-то четко установленные правила, тоже не догадывался. Так что поначалу, конечно, страшно сконфузился. Итак, независимо от рода ваших занятий, если вы надумали попробовать себя в другой области, будьте готовы к тому, что профи, скорее всего, встретят вас не очень дружелюбно. Подобно лейкоцитам, главная функция которых — защита организма от инородных тел, они будут стараться перекрыть вам доступ внутрь. Если вы не отступите, если будете настойчивы, то постепенно отпор будет слабеть, и в конце концов вас, как нечто неизбежное, молча примут в свой круг. Но перед этим здорово потреплют нервы. Чем уже область, чем квалифицированнее в ней кадры и чем авторитетнее специалисты, тем сильнее будет проявляться клановость и профессиональная гордость, и, следовательно, сопротивления тоже будет больше. Что происходит, если певец или художник, переводчик или автор-документалист задумали написать роман? Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Что происходит, если певец или художник, переводчик или автор-документалист задумали написать роман? Как отреагируют наш прозаик и его коллеги? Воспримут ли они это в штыки? Думаю, вряд ли. В мире есть немало примеров очень успешных, высоко оцененных критиками романов, написанных певцами и художниками, переводчиками и документалистами. Но пока не случалось, чтобы маститые романисты негодовали во всеуслышание. Ох уж эти дилетанты, творят, что хотят. Кстати, чтобы кто-то из прозаиков чехвостил начинающих авторов, насмехался над ними, строил козни, засовывал палки в колеса, мне тоже пока слышать не доводилось. Но тут я могу говорить только о том, что знаю сам. Даже наоборот, прозаики, как правило, демонстрируют по отношению к людям со стороны искреннее любопытство. Если есть возможность, они готовы встречаться и обсуждать рукописи, писатели нередко подбадривают новичков и поддерживают в них боевой дух. Разумеется, прозаики могут сказать за спиной какую-нибудь гадость о литературном произведении певца или художника. Но они постоянно делают то же самое и по отношению друг к другу. Это вообще говоря, норма поведения в писательском цехе, а вовсе не проявление профессиональной клановости. У тех, кого я называю прозаиками, много явных недостатков. Но что касается чужаков в огороде, тут они проявляют чудеса терпимости и толерантности. Интересно, почему? Тут для меня все очевидно. Крупная проза — это ведь такая штука, ну, штука звучит немного грубовато, согласен, которую может написать практически кто угодно. Главное — захотеть. К примеру, чтобы стать пианистом или балериной, нужно с раннего детства много и тяжело работать. Художникам тоже необходимы специфические профессиональные знания и техническое мастерство, не говоря уже о наличии полного комплекта художественных материалов. Или, скажем, альпинист. Он должен обладать исключительной выносливостью, виртуозной техничностью и бесстрашием. А чтобы писать романы, кроме умения выводить буквы, а подавляющее большинство людей это умеют, нужны только ручка и блокнот. Такого технического минимума вполне достаточно. Дальше дело только за творческими способностями. Если у вас есть писательский талант, то никакие особые занятия не понадобятся. Просто садитесь и пишите. Пишите, и у вас получится роман или повесть. Нет никакой необходимости учиться в литературном институте или на кафедре сравнительного литературоведения, потому что никаких особых профессиональных знаний, без которых нельзя было бы написать прозу, не существует. Даже скромно одаренный человек может с первого раза написать хорошее произведение. В этом нет ничего невозможного. Хотя я немного и стесняюсь, могу в качестве наглядного примера привести себя самого. Человека, который никогда в жизни не обучался литературному творчеству. Правда, в университете я числился на отделении сценических искусств филологического факультета. Но время было такое, что никто толком не учился. Мы отращивали длинные волосы, отпускали усы и бороды и в таком неопрятном виде болтались без дела по кампусу и окрестностям. Становиться писателем я особо не собирался. Никаких заметок не делал, записных книжек не вел. Просто однажды взял и ни с того ни с сего написал дебютный роман, если эту повесть можно так назвать. Слушай песню «Ветра». И получил за него премию журнала «Гунзо» для начинающих писателей. Японский ежемесячный литературный журнал, выпускаемый издательским домом Коданся. А потом как-то незаметно превратился в профессионального писателя. Иногда, когда я об этом думаю, мне даже хочется себя спросить. А что, так можно было, что ли? Да понимает ли он вообще, что такое литература? Прочитав выше написанное, кто-нибудь из вас, дорогие читатели, вероятно, испытает раздражение. Да понимает ли он вообще, что такое литература? Для меня литература — это прежде всего повествование о подлинном смысле вещей и явлений. Об этом я и рассказываю. Только и всего. Кто бы что ни говорил, роман, несомненно, является весьма широкодиапазонной формой. И думается мне, что это отчасти служит источником мощной энергии, которая заключена в крупной прозе. Собственно, поэтому я не вижу ничего унизительного по отношению к роману в словах «может написать» практически кто угодно. Даже наоборот. Я считаю это похвалой. То есть роман как жанр, по сути своей, легко доступен любому желающему. Это что-то вроде литературного рестлерского ринга, открытого для людей с любым бэкграундом. Расстояние между канатами достаточно велико, а еще есть специально приготовленная удобная лесенка, так что подняться на ринг в меру просторно и с ровным настилом совсем нетрудно. Здесь нет охраны, которая могла бы помешать вашим действиям. Судья ведет себя тихо, не придирается. Настоящий рестлер, в данном случае его роль достается профессиональному писателю, уже смирился с ситуацией и как бы всем своим видом говорит, ну давайте, давайте, не мнитесь, залезайте сюда, все, кто хочет. Тут у нас что-то вроде неслабого сквознячка, все такое гибкое, зыбкое, подвижное, одним словом, неопределенное. А что это значит? Это значит, что залезть на ринг легко, но удержаться на нем не так-то просто. Профессиональный литератор, разумеется, очень хорошо это знает. Написать один-два романа не такое сложное дело. Но писать романы все время, всю жизнь, до самой смерти, невероятно трудно. Наверное, даже можно сказать, что обычному человеку такое не под силу. Так что в этом смысле прозаику необходимо, как бы так выразиться, особые качества. Понятно, что талант — это важно, но кроме таланта необходимо упорство. А еще, хотя это касается не только профессиональной, но и других сторон жизни, везение и готовность воспользоваться случайным стечением обстоятельств. Более того, именно в этом-то и состоит своего рода писательская профквалификация, про которую можно сказать следующее. У кого она есть, она есть, а у кого ее нет, ее нет. Хотя некоторые с этим рождаются, а другие с огромным трудом приобретают. Вообще, про нее почти ничего не известно, и мало кто готов открыто это обсуждать. Наверное, потому что речь идет о вещах, которые не воспринимаются ни зрением, ни слухом, да и нормально описать это средствами языка тоже невозможно. Но, как бы то ни было, сами прозаики прекрасно знают и всем своим существом ощущают, насколько колоссальный труд не столько быть, сколько оставаться прозаиком. Вот поэтому-то писатели так философски относятся к пришельцам из других профессиональных сфер, пролезающим между канатами на ринг. «Ну, здравствуй, Коль пришел». Так встречают дебютантов, если не все, то очень многие прозаики. Хотя бывает, что на вновь пришедших попросту не обращают внимания. Если новичок не смог удержаться на ринге или ушел с него по собственному желанию, в подавляющем большинстве случаев происходит либо то, либо другое, то ему на прощание вежливо говорят «ну что ж, очень жаль» или «всего хорошего». Но если он или она, приложив усилия, не оставили ринга и сумели на нем закрепиться, то им, разумеется, выказываются всевозможные почеты и уважения. И это справедливо, я считаю. То есть я бы хотел, чтобы таких людей ценили и уважали. Кроме того, терпимость, о которой я тут говорю, отчасти может быть еще связана с тем, что литературный мир устроен не по антагонистическому принципу. Это не игра с нулевой суммой. Термина с теорией игр, который означает, что если один игрок начинает выигрывать, то положение всех остальных игроков ухудшается, вплоть до полного поражения. Другими словами, если вдруг появляется новый писатель, это вовсе не значит, что кто-то из старых тут же теряет работу. По крайней мере, если что-то похожее и происходит, то совсем не так прямолинейно. Этим профессиональная литература принципиально отличается от профессионального спорта. Если в команде появляется новый спортсмен, кто-то из ветеранов или менее успешных новичков отправляется в свободное плавание. В литературном мире никто не остается за бортом. И если, скажем, было продано 10 тысяч экземпляров дебютного романа молодого писателя, это не означает, что кто-то из его старших коллег продал на 10 тысяч экземпляров меньше. Все так не работает. Даже наоборот, если роман какого-нибудь дебютанта очень хорошо продается, это улучшает ситуацию с художественной прозой, а иногда, так сказать, освежает всю литературную индустрию в целом. Несмотря на все вышесказанное, по прошествии времени, конечно, происходит своеобразный отбор. Каким бы широким ни был наш ринг, все-таки, по-видимому, существует некое оптимальное число одновременно находящихся на нем людей. Так мне кажется, когда я осматриваю окрестности с высоты проведенных в профессии лет. В общем, как-то вот так, на протяжении долгого времени, я все пишу и пишу прозу и зарабатываю себе на жизнь профессиональным писательством. То есть, получается, топчусь на этом литературном ринге уже три с лишним десятка лет, кормлюсь кистью, как говорили в старину. В определенном смысле это можно считать достижением. За эти тридцать с чем-то лет я видел множество литературных дебютов. Заметное число дебютантов и их произведений удостоились в свое время довольно высокой оценки. Эти люди заслужили похвалу литературных критиков, стали лауреатами престижных премий, сделались объектом внимания широкой общественности, тиражи их книг были моментально распроданы. На них возлагались большие надежды. Эти люди взошли на ринг под звуки бравурной музыки, купаясь в свете софитов. Однако, если посмотреть, кто среди дебютировавших лет 20-30 назад остался в профессии и продолжает писать по сей день, то, честно говоря, их количество будет не таким уж большим. Да что там, откровенно малым. Многие молодые перспективные писатели тихо и незаметно куда-то исчезли. Возможно, и таких случаев, на мой взгляд, значительно больше. Им просто надоело писать прозу, а может быть, они устали регулярно выдавать на гора новые повести и романы и подались в какую-то другую область. Написанные ими вещи, в свое время бывшие на слуху и на виду, теперь вряд ли можно купить в обычных книжных. Многое уже давно исчезло с магазинных полок, потому что прозаиков может быть сколь угодно много, но торговая площадь имеет четкие границы. Редактор субтитров А.Семкин